Приём-приём, друзья, на связи, шедем... Да что ж такое-то, кто-то постучит сегодня целое утро уже. Я только начинаю записывать, вроде под гадовый момент, чтобы была тишина, и сразу начинает стучать этот момент. Так, погодите-ка, вроде как... Снова затихли. Ладно, надеюсь, то, что на этот раз уже, наконец-таки, прокатят. Кхм-кхм, так. Приём-приём, друзья, на связи, шедем, я добро пожаловать в новое видео... Так. Вот это уже прям... Меня начинает постепенно раздражать. Короче, ладно, хорош, наверное, всё время сидеть, надо уже наконец-то выйти, да проверить, что-то там вообще такое происходит. И почему каждый раз это, главное, происходит прямо возле моего дома. Я... Не понимаю. Тимка, это ты, что ли? Ой, привет, Шедди. Слушай, забыл это, сказать то, что приеду. Ты там, это, не занят, если что, я тебе не мешаю. Эээ... Тимка, честно скажу, мешаешь. Я просто хотел видео записать, вот, а ты постоянно начинаешь стучать именно в тот момент, когда я уже начинаю запись. А, понятно. Да у меня просто это, чё ты знаешь, в интернете всяких иллюзий про Майнкрафт насмотрелся, вот, и решил какую-то свою иллюзию построить. Посмотри о цене, тебе как вообще? Слушай, ну, выглядит прикольно, правда, знаешь, тут единственный такой момент есть, то, что у тебя, я понимаю, то, что это, типа, земля, трава, и на траве вот этот перевёрнутый дом с дерьмом, но... У тебя как бы там, это, чё-то, ну, трава не перевёрнутая получается. Да это я знаю, её ж никак не перевнёшь вверх тормашками, так скажем. Вот. Так что, как получилось, так получилось. Не, ну, в целом, на самом деле, получилось достаточно неплохо. Слушай, у тебя прям получилось даже в точности дом повторить, так что... Прям очень круто. Кстати, знаешь, ты мне прямо сейчас кое о чём напомнил. Вот, и это, может быть, было прикольно тебе бы показать, да и не только. Итак, кстати, друзья, приём-приём, на связи Шадимен. Думаю, то, что уже сейчас я точно смогу записать этот видеоролик. В общем, прямо сейчас Тимка мне напомнил одну классную идею, и я думаю, то, что именно туда мы сегодня с вами отправимся. И я думаю, то, что это видео будет полностью как раз-таки про иллюзии. Но перед началом, прямо сейчас на твоём экране появилась картинка с цифрками. Напиши в комментариях, какое количество цифр ты видишь на данной картинке. Только смотри очень внимательно, посмотрим, у кого получится больше всего, либо же меньше всего. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим видео. И, конечно же, подписывайся на мой телеграм-канал База Шадоуни. Кстати, там эта картинка тоже появлялась. Вот, и напоминаю про наши мерчи. Ссылка находится в описании под этим видео. А Шиди, а чё ты показать-то хотел такое? Да, теперь по поводу того, что показать. Пойдём. Ну и чего? Твой обычный подвал, ковёр, что тут такого интересного? А интересного, Тимка, тут то, что под этим ковром кое-что скрывается, и я ещё это никому не показывал. Так что ты, Тимка, и, друзья, конечно же, вы прямо сейчас будете свидетелями нечто невероятного. Короче, ну что, готов? Готов, давай. Что тут сейчас будет-то? Ковёр, что ли, будем встряхивать? Да, Тимка, почти угадал. Короче, смотри, я убираю отсюда вот этот ковёр. Нифига себе! У тебя под домом целая какая-то... Что это такое? Какой-то тоннель, что ли? Да, Тимка, это тоннель. И поговаривают, что этот тоннель может тебе перенести, так скажем, мир иллюзий различных в Майнкрафте, вот и... Вот. Ну что, ты со мной? Ой, что ты знаешь, я тут вспомнил. Мне вроде как это, домой там по делам надо... Да ладно, ты что, испугался, что ли? Да я дома посмотрю, ладно? Тимка, ну ты даёшь, ну как хочешь. Да, друзья, и Тимку просто-напросто сдуло. Ну что, я думаю, что хотя бы вы сегодня отправитесь со мной туда. Вот, посмотрим, что вообще будет происходить. Ну и, в принципе, друзья, я готов. Вот, фух. Ну что, погнали. Я ломаю стёклышко, я не знаю, что произойдёт дальше, но... Я думаю, что будет что-то интересное. Короче, ладно, друзья, погнали. Три, два, один, вперёд! Ё-моё! Так, и мы с вами, друзья, прямо сейчас оказываемся в какой-то комнате и... Погодите, я попал, вроде бы, только в обычную комнату, но тут уже как будто бы начались какие-то иллюзии. Так, и... Насколько я понимаю... Так, я тут ничего только ни в коем случае ломать не буду, потому что у меня ещё и креатив подрубился, так что давайте будем максимально аккуратными. Так, у нас вот, получается, есть вот такие вот таблички. Minecraft Optical Illusion 15. Так, а тут получается 14. И под каждым из этих табличек находятся ещё по 5. И да, кстати, интересная особенность. Если, например, на этой табличке написано The Dragon Illusion, то там действительно как будто бы в зеркале написано Illusion The Dragon. Короче, друзья, я предлагаю начинать, потому что здесь огромное количество всего. Здесь можно ещё дальше пройти вот по этой комнате, и слева и справа будет ещё большее количество табличек. Это, видимо, друзья, всё иллюзии. Так что я хочу, чтобы мы с вами сегодня, возможно, даже... Так, давайте это починим, вот эти вот барьеры. Возможно, мы с вами всё сегодня успеем посмотреть. Короче, погнали. Начинаем со стенки, где написано 14, и первая иллюзия это иллюзия дракона. Так, давайте вот это уберём. Нажимаем. Так, и мы с вами появляемся вот в таком плоском мире. И здесь написано, смотри на этого дракона и двигайся из стороны в сторону. И будет иллюзия того, что как будто бы этот дракон за тобой следит. Так, давайте я всё выключу вот таким образом. Так, и я начинаю двигаться влево и вправо. И, друзья, посмотрите, действительно, как будто бы морда этого дракона, она плавно поворачивается прямо на нас. Так, возможно... Ну, знаете, ещё как будто бы нужно в определённую точку смотреть. То есть, если смотреть прямо вот на зелёный нос, так скажем, этого дракона... Хотя, знаете, мне это не дракона, а крокодила напоминает. Так, вот, если я сейчас иду... Вот сейчас особенно, ребят, был момент, как будто бы действительно он смотрит на тебя. Вот, не знаю, удалось ли вам поймать эту иллюзию, но мне удалось. Короче, предлагаю ехать дальше. Так, иллюзия дракона готова. Так, какой-то неправильный свет здесь написано. Так, что написано у нас здесь? Получается, трава будет становиться то более тёмной, то более светлой. Так, нам нужно, получается... Здесь написано встать вот сюда, смотреть вот на эту точку и не отрывать глаз, ребят. То есть, постоянно смотреть только в центр. И так, и при этом идти ещё из стороны в сторону. Мы идём направо. Погнали. Так, вот мы идём. И, кстати, да, посмотрите, обратите внимание. Там, где тёмная полоса, кажется, как будто бы трава немножечко светится. А там, где белая, наоборот, она обычного цвета. То есть, я прям реально этот эффект вижу. То есть, если прям вы смотрите на центр крестика, прицела, то вы этот эффект 100% заметите. Да, как будто бы реально какую-то светодиодную ленту на чёрную полосу наложили, и трава подсвечивается. Слушайте, офигеть, это вторая иллюзия, она тоже работает. Так, предлагаю возвращаться назад. Так, иллюзия номер три. Какие-то сумасшедшие линии. Давайте посмотрим, что это такое. Так, эти линии у нас... Так, у меня создаётся впечатление, как будто бы они, знаете, немножечко загибаются, что ли, и они становятся не ровными линеечками такими, а немножечко загнутыми. То есть, как скобочки, как смайлики, что ли. Вот. Не знаю, что видите вы, друзья, можете в комментариях написать, но мне видится именно вот это. Так, ну, как по мне, предыдущие иллюзии были немножко как-то покруче. Вот, пока что дракон, так скажем, держится лично для меня на топ-1. Так, ладно. Какой-то трюк с майнкрафтовской шахтой. Так, о, кстати, это прикольно. Получается, здесь написано, угол этого тоннеля выглядит так, как будто бы он в один блок величину. И действительно, кажется, как будто бы это один блок. Но если мы с вами зайдём вовнутрь, то будет казаться... Вернее, не будет казаться, а кажется то, что на самом деле это вот такие вот выкопанные тут целые уровни. Так, то есть, если возвращаемся назад, можно даже повернуть каким-нибудь вот так подальше встать, и, да, кажется, как будто бы реально это только один блок. Прикольно. Слушайте, вот это уже на самом деле интереснее, чем предыдущие, 100%. Так, 2D-сфера. Смотрим, и у нас получается здесь по центру явно выраженный вот такой круг. Так, и если мы, наверное, вот так покрутимся, то что-то произойдёт, но... Так, я не знаю, что должно произойти, но для меня это выглядит, ну, просто выделенная фигура, и всё. Так, а что здесь написано, интересно? Так, иллюзия, получается, приобретает эффект 3D. Вот, несмотря на то, что на самом деле она является 2D-объектом. Вот, чё-то типа такого. Хм. Слушайте, не знаю, но я чё-то не особо понял. Возможно, какой-то угол неправильно выбрал. Хотя тут какой угол? Тут сверху вниз только и смотришь. Ладно, возвращаемся. Друзья, ну что же, это была стенка с иллюзиями 14. Давайте переметнёмся на противоположную сторону. Так, иллюзии 15. Так, это что такое? Даже не знаю, как это переводится. Это у нас, получается... Так, ну это обычная постройка, и в чём есть иллюзия вообще? Я не понимаю. Просто вот такие вот идут ступени. Получается, лестница вверх. И навес. Какая-то стражевая вышка. Так, чё здесь написано? На самом деле, так, тут написано то, что база смотрит в одну сторону. Но, типа, база смотрит в одну сторону, а верхушка смотрит в другую. Так, я, честно говоря, не особо понимаю, в чём прикол. А, вот сейчас, ребят, понял, в чём прикол. Оказывается, это получается у нас... Да, создаётся эффект того, что база... Вот эти вот столбики деревянные, они соединены. И база как будто бы цельная. Вот, на самом деле, у нас лестница левитирует в воздухе просто-напросто. Слушайте, вот это, на самом деле, прикольно. Я просто вначале совсем не понял, но сейчас... Да, отсюда действительно, я думал, это реально обычная постройка, но не тут-то было. Слушайте, вот это пока что для меня даже, возможно, одно из самых прикольных иллюзий на сегодня становится. Так, дальше. Глубина восприятия. О, да, ребят, я чувствую этот эффект. Создаётся впечатление, как будто бы по углам у нас вот такие вот колонны, которые идут от верха до низа, и... Создаётся эффект ямы. Но, на самом деле, это просто такой изогнутый рисунок и изогнутые чёрно-белые линии. Прикольно. Так, лёгкая, достаточно оптическая иллюзия, и, главное, она работает. Так, боковой вид, типа... Так, погодите. А, я понял. Нифига себе, слушайте, вот это... Вот это точно топ-1. Я реально думал то, что как будто бы я просто смотрю вперёд в обычной мире, но, друзья, нет, на самом деле, я стою сейчас вот так, и всё, что находится подо мной, вот этот весь дом, он просто сделан и построен вот на этой стене. Слушайте, это очень прикольно выглядит. Так, а... Здесь написано то, что большинство блоков выглядят абсолютно так же, но из-за того, что они находятся под другим углом, потому что мы с вами смотрим сбоку, из-за освещения они могут немножко отличаться. Но, честно скажу, особо в глаза ничего не бросается. Возможно, только камень потемнее, либо... Ещё... Ещё что-то. Слушайте, ну это... Это очень прикольно. Это мне понравилось. Так, давайте вот так. Хотя, знаете, погодите, давайте попробуем... Залететь сюда. Так. Да, ребят, посмотрите, это просто... Я не знаю, я как будто бы должен ходить по полу, но на самом деле я просто здесь привёрнут, и, по-моему, когда мы с вами находимся внутри, эта иллюзия становится ещё более крутой и более запутанной. Ладно. Давайте, друзья, возвращаться. Так, пока что это первое место для меня сегодня однозначно. Так, кнопочку нажимаем. Так, какие-то, получается, переключающиеся скользящие диагонали. Так, что же в них скользящего? Давайте вот так даже выключим, и... Я, честно скажу, особо ничего не замечаю. У меня ничего не скользит, ребят. Если у вас что-то скользит, то напишите в комментариях, в чём здесь прикол. А я пока что прочитаю табличку. Так, давайте ещё немного посмотрим. Может, я всё-таки как-то не туда посмотрел, я не знаю. Так, вот здесь вот. Так, там должно быть небольшое скольжение, или же движение этого всего рисунка. Но что-то для меня, на самом деле, никакого ни скольжения, ни шевеления, ребят, вообще не было. Я как-то этого не замечаю почему-то. Возможно, это связано либо с монитором, либо с моим восприятием, либо ещё что-то. Ладно, так, дроппер. Слушайте, вот дроппер, это, конечно, всегда прикольно. Так, прыгай. Хорошо, ребят, полетели. Мы с вами летим вниз, и, насколько я понимаю, вся иллюзия здесь заключается в том, что у нас просто-напросто этот рисуночек начинает быстро-быстро раскручиваться. Ну, на самом деле, это достаточно такая, наверное, давнишняя иллюзия, но в любом случае она работает и выглядит очень прикольно. Так, давайте возвращаться назад. И что ж, вторую стенку мы посмотрели. Предлагаю двигаться дальше. Так, иллюзия... Шестнадцать. Так. Что это? О, это прикольная штуковина. Я видел такие штуки в интернете, но в Майнкрафте такие штуки видеть мне ещё не доводилось. Короче, суть в том, что если мы с вами смотрим куда-нибудь в центр, но не смотрим вбок, то сбоку нам кажется, как будто бы между чёрными квадратами на пересечении белых линий появляются тёмные круги. Вот, я думаю, что вы поняли, что я имею в виду. А точнее, наверняка, вы уже давным-давно сами это заметили. Вот, то есть, реально, куда бы я сейчас ни посмотрел, везде в других местах появляются эти круги. Как только смотрю на другое, они там пропадают. Прикольно. Рабочая штуковина, ребят, даже в Майнкрафте. Так, стол. Иллюзия стол. Так, это у нас действительно стол. На столе стоит житель, и житель смотрит прямо на эту тыкву. И в чём прикол? Это настоящий стол. Нас с вами спрашивают. Ну что ж, давайте, наверное, проверим. Действительно, настоящий это стол, а этот стол, ребят, абсолютно не настоящий. На самом деле, это просто невидимые блоки, которые стоят на вот таких вот ножках типа для стола. На тёмных блоках. Это у нас тёмный бетон. И отдельно построена вот такая поверхность с древесиной. Слушайте, это прикольно. Вот это, конечно, выглядит очень-очень круто. Так, хорошо. Мне нравится. Так, иллюзия под названием стул. Что здесь у нас? В какую сторону направлен этот стул? Куда он смотрит? Что, давайте проверим. Так, давайте я буду вот так вот двигаться и... Так... Мы с вами двигаемся, и получается, создаётся иллюзия того, что спинка стула, она... Стойте. Я чё-то не понял. Для меня лично ничего как будто бы не поменялось. Так, вот она... Ну, вот она спинка стула находится здесь, а теперь она... А, всё, ребят, всё. Теперь я нарисовал, как это работает. Короче, смотрите. Вот эта, получается, спинка, она сейчас находится вон на той грани, которая сзади. То есть она вон там вдали от нас. Вот. А если мы двигаемся вправо, то вот этот стул, эта спинка, она перемещается вот уже на эту линию. То есть смотрите ещё раз. Хотя нет, знаете, она... Когда я начинаю двигаться, она моментально здесь оказывается, и оказывается уже как будто ничего не менялось. Короче, ладно, суть какая-то такая, но... Да. Всё, ребят. Вроде главное работает, короче. Ладно, давайте двигаться дальше. Так, следующее. Пузырьки. Bubbles. Что это у нас за пузырёчки тут такие? Так, а пузырьки у нас... Так, вот здесь, кстати, я вижу. Если я не смотрю на эти круги, то они как будто бы начинают, знаете, так... Выворачиваться, либо двигаться, что ли. То есть на тебя. Вот. Здесь этот эффект работает 100%. Так, но что здесь написано? Так, иллюзия проявляется таким образом, что как будто бы она расширяется. Ну, в принципе, да. То есть мы смотрим, и эти шары как будто они начинают так вот... Как... Не знаю, чем сравнить. Начинают увеличиваться как будто. Так, возвращаемся. Так, друзья, это была стена номер 16. Так, мы переходим на 17-ю стенку. Так, и спрятанное что-то. О, смотрите, это у нас получается немного обратный эффект. Если у нас до этого были темные квадраты, но белые линии, то здесь у нас наоборот такие черные крестики и при этом белые квадраты. И здесь у нас создается иллюзия, как будто бы много-много кружочков между черными крестиками. Прикольно. Тоже очень необычно выглядит, и главное, каким образом мозг реально рисует, ребят, так, что мы видим именно кружочек, а не квадрат, например, либо еще что-то. Офигеть. Это реально просто появляется и кажется круг. Это прикольно. Вот это мне тоже штука понравилась, она реально прям очень выразительно смотрится. Так, эм... Номер изменения. Так, цифра 1 у нас здесь. И что? Так, 1 или 2. Зависит от того, под каким углом ты посмотришь. Так, интересно, погодите, хочу под разным углом посмотреть. И да, ребят, посмотрите, реально, это она просто, эта цифра превращается сразу же в двойку. Так, только, по-моему, да, можно было не летать, но с полетом прикольно смотрится. Можно нажать вот сюда, и она превращается уже в двойку. Да, на самом деле можно было не только двойку сделать, потому что вот под углом номер 1, хотя, не, знаете, тут именно единица не просто как палка, а именно вот с нижней линией и вот здесь вот таким хвостиком сверху. Так что, прикольно. Сделано круто, конечно. Так, возвращаемся назад. Далее у нас получается какой-то барбер. Что это такое? Не очень понимаю, так, а что у нас тут написано? Так, тут какой-то требуется плагин для того, чтобы оно двигалось в игре. Так, но кликни снизу для того, чтобы это увидеть. Так, давайте нажмём. И ничего не происходит. Типа вот эти диагонали как-то должны двигаться. Но почему-то они, ребят, не двигаются. Вот эти движущиеся диагональные линии проявляются во время поворота, что ли. Так, я не совсем понял, и почему-то эта кнопка у меня не работает. Либо у меня нет плагина, либо я так и не понял, что здесь надо делать. Так, мороженый сэндвич. Давайте посмотрим сэндвич из мороженого. О, кстати, я такие штуки люблю, когда мороженка посередине, и получается у тебя сверху-снизу находятся печеньки. Так, ну а в чём здесь прикол? Цифра 1. Написано мороженое сэндвич или же раздельные кусочки. Проверим. Да, ребят, это раздельные кусочки, и это начинает привляться, как только мы буквально с вами немножечко сдвинемся. Да, вот такие, конечно, иллюзии, когда нужно находиться под определённым углом. Кстати, а тут настоящий у нас уже мороженка находится. Прикольно. Классно. Так, возвращаемся. Так, и какое-то гибридное зрение, либо что-то типа такого. Так, что это у нас тут? Так, начать иллюзию. Только по одному игроку, и всё. Не двигайтесь, когда будете находиться, когда иллюзия уже начнёт работать, и нажмите F1 для того, чтобы скрыть, получается, ну, весь свой инвентарь было поярче. У нас вроде так ярко. Так, давайте заходить. Так, заходим. И чё такое? Погодите, я чё-то... Так, давайте кнопку нажмём. О, всё, ребят, поехали. Так, и... Окей. Окей. Просто что-то с чем-то. Или, друзья, возможно, я, наверно, оставлю вот это всё на вторую часть, и мы сюда уже вернёмся вместе с Леской и Нубиком, и посмотрим всё оставшиеся ребят вместе. Но я, наверное, всё-таки, да, буду на этом заканчивать. Вот так у нас сегодня получилось. Пишите номер иллюзии, который вам сегодня понравился больше всего. Ну, а на связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok